Белорусские аграры В первом месте по темпам жнива застается Гомельская область. Господарки нашего региона обмолотили больше 230 тысяч гектаров, альбо 70% поселных площадок. Намолот Божжа зараз складает примерно 650 тысяч тонн. Это третий показчик в Украине. Лидирует аграры Речицкого района. Тут собрали 63 тысячи тонн, а маль десятую частку от агульного намолота в области. Самый высокий темп утримливают хлеборобы Жлобинщины. Тут убрали уже 85% поселных площадок. Самая высокая урожайность зерневых означается в Добрушском районе – 37 центнеров с гектара. Тогда, как средняя по области, крыху больше, как 27. Инициативные группы протягивают сбор подписов за вылучение кандидатов на посаду президента Республики Беларусь. Гэтый этап выборчай кампании протягнется до 21-го жнивня уключна. У подтрымку кожного потенциального кандидата повинна быть собрана не меньше, как 100 тысяч подписов. Выборщик мае право поставить подпису в подтрымку некольких кандидатур, однак только один раз за одного претендента. Нагадаем, зараз у Центры выборками зарегистрованы инициативные группы 8 кандидатов. Починаючи с 21-го жнивня, на протягу 10 дней районная комиссия проверить докладность собранных ими подписов. С 6 по 15 вересня отбудется регистрация кандидатов. Ахитационная кампания распочнется с 17 вересня. Для одних студентов летняя пора – это час откласти подручники и отрыматься салоду от бесклопотного життя. Для инших – еще и макшимость неадренна зарабить. Уже два месяца студенты гомельских ВНУ в складе студотрады в БРСМ працуют на разных предприемствах. С удельниками одного из таких отрадов познайомились наши корреспонденты. В этом году гомельский тлушевый комбинат предоставил працованные места 15 ребятам. Серед гомельских студентов працана на этом предприемстве користается повышенным попытом. Трапит сюда умыл аварный цех – великая удача. Приемный коллектив и супрацовники зауседы готовы прийти на допомогу. В минулом году Артем Крауцов лето провел в будовнейшем студотраде. Не глядяши на то, что и лето ему сподобало сопрацовать, однако поквать мыло, кажа, усеж простей. А до монотонности привык за пару дзен. Пошел не по специальности сюда направили, а просто по своему желанию. Захотелось, чтобы не дома сидеть днями, а вот пойти поработать. Ну и плюс новые люди, новые знакомства интересные. Праца, я кажу, тут не пыльная. И многие приходят сюда уже не первое лето. Заработная плата, что немаловажно, по студентских мерках, вельми не дренная. Зарплата устраивает? Да. Это, по крайней мере, немного больше, чем у нас есть стипендия. А на что планируешь потратить? Ну, наверное, копить на море. По словах супрацовников предприемства, для ребят это не только колоссальный опыт. Могчимость не просто убачить на своей очи вытворчий процесс, а и унести свой уклад в развитие предприемства. Такое супрацовничество, до речи, выгодно и лучшему комбинату. Ребята очень молодцы, стараются, дружелюбные, оказывают нам большую помощь в работе, так как мы можем каких-то своих работников в данный период времени отпустить в отпуска. Усягох этим летом в Новобелецком районе працу отримали амаль 200 студентов. У праца у Латковани заняты амаль усе самые буйные предприемства района. Середняя зарплата больше за 2 миллиона белорусских рублев. Знасти працу БРСМ допомагает и тем, кто поколеш и не изъявляется студентом. В этом году нам удалось трудоустроить категорию ребят от 14 до 16 лет. Это вот самые активные, кто больше всего хотел работать, но, к сожалению, трудно было нам их трудоустроить. Но в этом году они у нас работали в сельхозотряде, в сельхозпредприятии «Тепличное». Комитет Державного контроля в Гомельской области знову звернулся до питания своей часовой выплаты зарплаты. Сегодня тут организовали горячую линию с жихарами региона. Не глядячи на то, что у целых ситуация по этим питаниям не изъявляется проблемной, на широкую предприемству работники по раннейшему отримливают заробленные сродки, неувызначенные термины. Алек Сенцеров поцекавился причинами такого становища. Комитет Державного контроля витаем вас к горячей линии по питаниях порушения термина выплаты зарплаты проводится на початку каждого месяца. На отсутность звонков специалистам скардица николи не приходилось. Женевинская горячая линия не выключение. На протягу 90 хвилин коляд 30 зворотов скаргаса Светлогорска предприемства, не працуя еще с лютого, а с работниками не различились до этого часу. Сажарная жихарка Жлобина незадоволена, принесла больничный лист, а яку не оплачиваюсь, спасываются на отсутность сродков. Это увогу ли самая распосудженная причина, яку сегодня называются на предприемствах. З нами не различаются, и у нас сродков на выплаты нема. Коли мерковать по этой горячей линии, проведенной Комитетом Державного контроля в Гомельской области, особливо такая ситуация характерна для невеликих предприемцев, сколько все працующих до 100 человек. По закону, до речи, они не предоставляют справоздача своейчасовости выплаты зарплаты у стат-органы, а тому только по выниках горячих линий и можно высветить реальную ситуацию. Связываться будем с этими предприятиями с целью подтвердить информацию о том, что там нарушаются сроки. Мы делаем запросы, нам предоставляют сведения о том, что есть у них факт просроченной задолженности, нарушение трудового законодательства, либо нет. И дальше уже работаем, вызываем руководителей, привлекаем к административной ответственности, как-то вот пытаемся помочь в этой ситуации людям. За порушение терминов выплаты зарплаты для найманников предугледжено администрационное покарание. До 20 базовых величин для керавников и до 100 базовых непосредственно для предприемства по избегнуть отказности немогчима, але своя хитрик и есть. На шероху предприемству, например, переглядели коллективные договоры и перенесли официйный термин выплаты зарплаты на пошний день месяца. Додатковый час, звычайно, даем могчимость собрать необходные сродки. Что от этих садповедных структур, то и они ситуацию с выплатой зарплаты тримают на постоянном контроле, в тесном взаимодействии с органами выконавчей влады. В каждом из районов в области создана комиссия, на которой рассматриваются все, скажем так, субъекты хозяйствования, у которых даже возникает вопрос о своевременности выплаты заработной платы. И на районном уровне изначально уже принимаются меры с тем, чтобы обеспечить эту своевременность. У Мазыры водительская бестурботность привела до гибели пассажира. Напередо дни с кированием авто у районным центры не справился 26-ти годовый же Харвевский Козенки. Его автомобиль съехал с проездной частки, наехал на клумбу и перекулился. Як поведомили у ДАИ, после ДТЗ водитель сбег с места здарения. Видовожцы выкликали экстренные службы, бо в салоне авто, и кое перекулилась, знаходился пассажир. 27-годового мужчину доставили у реанимационное отделение, где некольких один медики смагались за их житие, однако без выникова. Мазырским районным отделом следующего комитета узбуджена криминальная справа. Порушальник затриманный, высветлилась, что ранее он был судимый за крадежи. В текущей неделе нас порадует столь долгожданной жаркой погодой. Установится высокая температура воздуха. Следовательно, водителям хочется напомнить, что в такую погоду необходимо садиться в неприутомленном состоянии. Если вы почувствовали усталость, либо сонливость, остановиться, выпить как можно больше воды. Также, когда на выходные многие соберутся к местам отдыха, она категорически запрещает садиться за руль в состоянии опьянения. Также соблюдать скоростные режимы и правила обгона. Инспектору ДПС узброят с платежными терминалами, деля спрашивания и поскорение процедуры оплаты штрафов. Унести платеж по администрационным правопорушениям зараз можно будет и с допомогой банковских карток. Система программно-аппаратного комплекса начала працовать и в Гомельской области. Правда, поколь в тестовом режиме. В полном объеме она будет действовать в середине жнивня. У всех подательных держав этой инспекции на первом этапе модернизации платежные терминалы будут усталеваны в 60 автомобилях дорожно-патрульной службы. Программно-аппаратные комплексы отримают 20 экипажей батальона ДПС с областного центра и 40 экипажей с районных подразделений. Теперь отсутность наявных грошей не станет проблемой для оплаты штрафов по незначных администрационных правопорушениях. Нарушение правил использования ремней безопасности и мотошлемов. Нарушение управления транспортным средством, не прошедшим в установленном порядке государственный технический осмотр. Нарушение правил остановки и стоянки. Иные нарушения правил дорожного движения. Также к данным нарушениям необходимо отнести непредоставление преимущества движения пешеходам, совершенные в первый раз в течение года. И нарушение правил пользования мобильной связью. Научение по выкористанию платежных терминалов провели супрационники банка. Теперь задача – замоцовать веды и променять их на практице. Поколь не все патрульные автомобили забеспечены такими аппаратно-программными комплексами. У планах ДАИ поступовое пересношение абсолютной колькости службовых автомобилей. 60 терминалов – это та точка отправная, к которой мы будем изучать тенденции с учетом перспективы развития данной системы. В случае, если мы будем видеть, что данная система нашла свою поддержку в обществе и среди нарушителей, мы будем наращивать данный потенциал и все транспортные средства в перспективе будут оборудованы платежными терминалами. И далее об надворье. По передних прогнозах синоптиков, первый день Жнивня на Гомельщине будет солнечным и спекотным. А падков не прогнозуется. По дальних областного гидрометцентра в ближайшие дни территория нашего региона будет находиться под уплывом поля повышенного атмосферного тиска. На протягу тыдня чекается переважно сухое и теплое надворье с поступовым повышением температурного фону. У автора Кисераду слубки термометров на Гомельщине в ночи максимально уздымутся до плюс 16, в день до плюс 33. Что тычется с другой половы тыдня, характер надворья истотно не изменится. Температура поветра у ночи чекается от 16 до 21 градуса, у день до 30-33, у особных местах до 35 градусов. В Гомеле завершилось, что годовая спартакияда сирот работников жилево-коммунальной господарки в области. На протягу трех ден они споборничали в разных спортивных дисциплинах. У делу спартакияде приняли 10 команд, у сего маль 400 человек. И не змогались за узнагороды у легкой атлеты, цешматборье, мини-футболе, волейболе, гировым спорте и перетягивание каната. По выниках у всех споборницких ден первое место завоевала команда предприемства «Света» с Светлогорска. На другой приступцы пьеды стала Гомельводоканал. Третьими стали представники коммунальной службы Зрахачева. Переможцы увойдутся в состав сборной, якая представить Галину на спартакияде областного объединения профсоюзов. Это у нас будет сборная, сборная от нашего обкома профсоюза. И мы в Речице будем проводить вот это мероприятие объединения профсоюзов. И я думаю, что мы всегда достойно выступаем и рассчитываем, что и в этом году не подведем достойное место займем. Прошли матчи у отказа 1-16 Кубка Беларуси по футболе. Мазырская слава оказалась мощнейшей за Барановича 2-0. И еще один представник Гомельской области Речица 2014 заступил Гродзинскому Неману с ликом 0-6. Гомель жил дар трансу, нечуюсь гулял с Белшиной 2-2. В наступную стадию трапила только славя. Футбольный клуб Гомель принимал Кобрин, маючи у активе перемогу у первой гульни с ликом 2-0. Болельщики зелено-белых поспели засумовать по великим футболе. И вот после долгой выездной серы Гомель нареште вернулся на центральный. Тренерский штаб команды выросил выкаристать паузу в чемпионате с максимальной корыстью. Полторную гульню 1-16 Кубка Краины гомельчане проводили на фоне серьезных нагрузок, только скончился тяжкий сбор. Стомленность зелено-белых напоминала про себя. Тиск на вороты гостей, а маль не испынялся, однако у вас обидь перевагу забитый гол не отрымался. У другой половы худкости взросли, и Гомель забил. Вызначили Сияуген Милевский, Иван Сулим, Геннадь Близнюк и Денис Яхно. 4-0 и Гомель без проблем выходит в 1-8 финалу Кубка. Мы провели неплохой сбор, здесь в Гомель двухразовом режиме, собрали то, что есть у нас в дубле, посмотрели их, и на фоне нагрузок пытались показать, что мы будем играть в чемпионате. Поэтому могу сказать, первый тайм не удался, видно было, что тяжеленький, что-то получалось, что-то нет, ну а второй тайм уже совсем другой. И на этом наш вечерний выпуск завершен. Ранешний глядите завтра на телеканале Беларусь-2 у 7-1. До встречи!